Привет, друзья! С вами снова Андрей Сайфудинов и сегодня наконец-таки распакую посылочку. Почему наконец-таки? Потому что получил я ее прилично давненько, но как обычно не хватает времени из-за дикого нон-стопа съемочного. И я ее не распаковывал уже несколько дней, она у меня лежит. Собственно, приехала у меня камера из ремонта. Первое видео на тему отправки в ремонт я прикреплю вот здесь или вот здесь, не помню где. В общем, можете посмотреть, что с ней случилось изначально и куда и почему я ее отправлял. Сейчас распакуем, убедимся, что здесь не кирпич. И основная суть ролика, собственно, не то, чтобы показать и убедиться, что камера приехала. Ну и это тоже, потому что видеоподтверждение возможно понадобится, если вдруг здесь все-таки переключили банка сгущенки, как в одном известном случае, как девочке приехала вместо камеры банка сгущенки. И у меня снова появились пакетики GetLens. Это очень здорово. Основная цель этого видео это ответить на кучу-кучу вопросов и комментариев под прошлым видео. Они относятся и магазина, и непосредственно самой камеры, и сервисного обслуживания Sony, и чехла на Sony. И на основную часть комментариев в этом ролике я постараюсь дать свой ответ, свое видение на эту тематику и свое мнение, которое я абсолютно никому не навязываю. Пока упаковка похожа на ту самую, когда я получал, собственно, эту камеру еще новенькой. Точно так же она была упакована. В плане упаковки GetLens супер. Часто, кстати, спрашиваете, в каком магазине я покупаю технику. То ли камеру, то ли объективы. Честно, смотрю и мониторю на данный момент, где удобнее, где выгоднее. Ну, само собой, в самых-самых шарашкиных конторах я не покупаю. В GetLens я уже сделал достаточно прилично много покупок, и этот магазин отличается как минимум классной упаковкой, как максимум классными ценами, ну и, собственно, поддержкой, отношениями и все такое. Были комментарии, такие высказывались мнения, что, возможно, эта камера серая, поэтому GetLens своими силами, своим подпольным мастером ремонтирует, взяла на гарантийный ремонт. Но я очень сомневаюсь так. Во-первых, они достаточно честные ребята, и мне утверждали при продаже, что это оригинальная РСТ камера. Камера изначально была с пломбой опломбирована. Гарантийный чек внутри был на русском языке. Она была на русском языке, с последней версией прошивки, самой свежайшей. И поэтому у меня нет сомнений, что это не серая, ну, то есть, это настоящая нормальная камера. Итак, давайте посмотрим, что здесь у нас по документам пришло. Общество с ограниченной ответственностью, современные сервисные технологии. Заказчик Заболотный Денис Александрович, собственно, это ООО мне знакомо по ремонту Кэнона. Кстати, часто задают вопрос, где ремонтирую Кэнон. Я ремонтировал самый удачный ремонт. Это вот как раз-таки ООО современные сервисные технологии. Я оставлю информацию, где это, что это, в общем, тоже отправлял с ДЭКом. Это получается быстрее, дешевле и качественнее ремонт, чем у нас в городе, в официальном сервисном центре. Там как бы ни обращался, там через служебный вход, там есть варианты обращаться, есть через официальный вход. Ну, в общем, в любом случае, качество ремонта абсолютно меня никогда не устраивало, что сам непосредственно ремонт объективов, юстировка вообще ужасная, вспышки тоже, то шлейф не воткнут, то еще что-то. В общем, всегда проблема с этим ремонтом была, и я для себя открыл этот сервисный центр официальный в Москве. С учетом того, что я оплачивал, когда не гарантийные случаи, я оплачивал доставку с ДЭКом туда-обратно, тем не менее, выходило дешевле и быстрее, чем в своем городе, потому что в нашем городе они всегда заняты, всегда затягивают ремонт, всегда ждут комплектующие части. Там все есть и очень быстро делают. Когда говорят, что, извините, мы заняты, сразу не возьмемся за ремонт, это значит, что они с утра не могут взяться, а в обед возьмутся и к вечеру уже сделают и максимум на следующий день отправят. То есть, у меня такой был опыт ремонта с Кэноном, и это ответ на часто задаваемый вопрос, где ремонтировать технику. Я оставлю ссылку, это не реклама, это моя рекомендация. На самом деле, я всегда был доволен этим сервисом. То есть, это официальный сервисный центр, никакой не подпольный, никакой там не мастер-ломастер. Заявленный дефект, на экране ошибка. Результаты осмотра и диагностики неисправен узел взвода, замена узла взвода. И я не знаю, на самом деле, это там в комплексе с затвором это меняется, это отдельный узел взвода. Интересно было бы, конечно, узнать. Если вы знаете, напишите. Сам гарантийный талон на русском языке и прошивка была тоже на русском языке. Так, все также упаковано, как я отправлял. Также я упаковывал батарейку оригинальную и моя камера. Итак, первый срач был и много было протестующих против того, что использовать резиновый чехол, что он якобы создает еще дополнительный портниковый эффект и смотрится ужасно и неудобно и так далее. Это все вкусовщина. Мне, например, нравится этот чехол и в эксплуатации все. Единственное, что да, нужно его почаще снимать и протирать, чтобы его своевременно очищать. Но мне не нравится, когда потертости на всех выпирающих углах у камеры и этот чехол защищает от всех этих потертостей. Кроме того, у меня эта камера сорвалась как-то с разгрузки. У меня поломалась вспышка стояла. Гадокс. Я от башмак, купленный на алиэкспресс оригинальный. Делается это очень быстро, легко. В общем, классная штука. Можно даже заранее, если вы пользуетесь Гадокс, купить вот эти штуки. Они 800 рублей, по-моему, стоят плюс-минус и меняются за пять минут. Вот. Сломалась вспышка. Камера упала на бок, на асфальт, ну, с высоты, наверное, метр. Вот. То есть, чехол очень классно защитил. Осталось только вот здесь вот на экранчике чуть-чуть потертость. То есть, если бы была бы вмятина, может быть, меня даже от футболили от гарантийного ремонта. Вот. А так, чехол очень хорошо защищает от потертости, от сколов. Если вдруг где-то вы случайно ударите эту камеру, от этого никто не застрахован. Может с разгрузки слететь, может быть, где-то там с рабочего стола слететь. Все, что угодно может случиться с камерой. И эта защита достаточно хорошо может вас спасти. Теперь попробуем включить. Все, по-моему, даже настройки остались все те же самые. Кто не помнит или не видел, я напомню, что у меня зафиксировался затвор в закрытом состоянии и он не открывался. Камера при включении пыталась его поднять-открыть. Никак не хотел подниматься. Все, сейчас все работает. По-моему, даже его почистили, фотоаппарат, и это очень классно. Вот, я его выключил и он закрылся. Прикольно. И открылся. Не прикольно. Интересно. Ладно. Спасибо подписчикам. Павел Танцирев, особенно, в первых рядах отозвался и помог мне посмотреть пробег. Пробег этой камеры был 130 тысяч кадров. За полгода я нащелкал, при том, что у меня всегда два фотоаппарата. Вот, на 130 поломался. Насчет того, что Соньки ненадежные говно и так далее, любая техника ломается. И, собственно, прямо сейчас давайте перейдем к ответам на вопросы и на ваши комментарии по прошлом видео. Итак, очень интересный комментарий, больше смахивающий на троллинг дивановая аналитика, который просто не держал в руках даже Sony. Пишет, что Sony дерьмо. Странно, что человек, всю жизнь проработавшись на Canon, перешел на Sony. Странно, что вы считаете Sony дерьмом. Интересно, какой у вас опыт работы с Sony и конкретно этой камерой. Может быть, какую-нибудь мыльницу раньше пробовали или вообще, может быть, ничего не пробовали и утверждаете, что Sony дерьмо. Я считаю, что это безосновательное утверждение и человек в адеквате таких комментариев бы не оставлял. Но, тем не менее, по моим наблюдениям, таких комментариев достаточно много. Поэтому я коротко отвечу, что Sony не дерьмо и Sony очень хорошо продается. И многие топовые фотографы перешли на Sony конкретно Alpha 7 III и довольны и работают. Кому-то не понравилось, кто-то соскачил. Кому-то не повезло, так как у меня достаточно быстро вышло из строя. Но, тем не менее, вся техника ломается и Sony очень хорошая. И молодцы в плане сервиса и Sony. И еще раз упомяну магазин GetLens. Спасибо большое за хороший сервис. Евгений Князев. Сезон пошел на упад. Делай видео чаще. У тебя хорошо получается. Спасибо, Евгений. Очень приятно. И да, сезон на упад в плане видео. На ютубе. Потому что сезон в гору в плане съемок. Съемки практически каждый день. И зачастую даже по нескольку съемок каждый день обработчика не имею. Все делаю сам. По 16 часов в сутки работаю. И поэтому, собственно, не совсем до видео. Но актуальные вот такие вот темы все-таки поднимаю. Потому что для меня, в первую очередь, они актуальны и интересны. И, возможно, для моих подписчиков тоже будет интересно. Планов очень много, но осуществлять их некогда. Ну, планов в плане ютуба в том числе. Ну, вот, собственно, о том, что я говорил. Андрей, скорее всего, ваша камера была введена в Россию неофициально. И гарантия официального сервиса нового центра Sony на нее не распространяется. Да, кстати, по срокам я не сказал. Примерно, плюс-минус, там я точно не помню, утверждать не буду. Плюс-минус доставка 3-4 дня, когда выпадала на выходные, там чуть-чуть доставка увеличилась, 4 или 5 дней. В среднем 3 рабочих дня Ростов-Москва. И ремонт занял очень много времени. 3 дня. На самом деле, это много, потому что обычно сервисный центр делал за 1 день. Но, возможно, еще плюс логистика от GetLens в сервисный центр, от сервисного центра обратно в GetLens, а потом в транспортную компанию чуть-чуть увеличил на пару дней ремонт. Но это абсолютно не критично. Все должны быть готовы к тому, что что-то может быть сломаться и иметь резервную технику. В крайнем случае, брать в аренду, в аренду в прокате, либо там у коллег. Плюс-минус 2 дня, конечно, это не критично. Итого, 3 дня транспортная компания, 3 дня ремонт, 3 дня обратно транспортная компания. Плюс там выходной выпал. Ну, в целом, примерно в полторы недели все это уложилось. И я считаю, что это очень хорошо. В том числе, хорошо, что в сервисном центре это все делалось официально моим знакомым. Очень хорошим. И хорошая упаковка, доставка, все. Я абсолютно доволен. Следующий комментарий от Димы. Не понял, это же системная беззеркалка. Как на ней может затвор сломаться? Ведь все как один голодят. Система лучше зеркалки. Нет затвора, нет зеркала, нет призмы. Можно снимать как шпион без шума и она типа легче. Да, она легче меньше, потому что убран блок зеркал, убран блок призмы. Вот. Она легче меньше, но затвор все-таки есть. Слышал, что есть разработки там глобального электронного затвора. Это так называется, который может работать и со вспышкой и так далее. Но пока электронный затвор этой камеры не на все способен. Здесь от механики не ушли. Можно снимать с тихим затвором, то есть в электронный, с электронным затвором. Но есть недостаток в том, что не работает режим со вспышкой. И есть rolling shutter при динамичных сценах, либо динамично, как я снимаю. Ну, короче, если руки у вас трясутся, как у меня, то может возникнуть rolling shutter. В прошлом видео прикреплял картинку. И моделям на фотосессии не всегда удобно, если они не слышат затвора. Странно, что к электронному затвору нет возможности в меню выбрать электронный звук. Ну, как на айфоне с челк. Такой вот из динамиков. Чтобы был, тогда моделям удобнее ориентироваться. Но это, конечно, должно быть выбираться и громкость. И можно сделать, чтобы в идеале можно сделать, чтобы было бесшумно. И можно, чтобы включить разные режимы затвора. Тихий, громкий. Ну, электронно, чтобы имитировалось. Потому что некоторым моделям некомфортно. Если это я снимаю спокойно в храме, в загсе без вспышки, тогда можно применять электронный затвор. Это супер круто, потому что вообще абсолютно бесшумно работает тогда камера. И это очень классно. Но не всегда подходит работа с электронным затвором. Так что так. Может не надо камеру в теплоизолирующем чехле держать? Глядишь, проблем будет меньше. Насчет теплоизолирующего чехла. Вот честно, я ни разу не замечал, чтобы камера нагревалась. Возможно, при съемке, непрерывной съемке видео в 4К в максимальных настройках, в жарком помещении или на солнце, она может перегреться. Но я не сниму ее в 4К. Я вообще редко снимаю видео. Вот видео снимаю только для блога в Full HD и в помещении не на жарком солнце. Поэтому перегрева нет. Вот сейчас у меня камера в чехле и снимает в Full HD. Достаточно продолжительно уже. И она не нагревается. Но чуть-чуть тепленькая, да. Я слышал такую историю от видеооператора, что на выездной регистрации, когда готовилась выездная регистрация, он оставил камеру на, ну, какой-то штуковине вот этой вот, которая рамка такая вот для видеографов, для плавного движения. Забыл, как она называется. В общем, на солнце оставил и ждал, когда начнется выездная регистрация. Камера на солнце нагрелась без чехла, без ничего. Вот. И как только началась выездная регистрация, он попытался начать съемку. Камера отказалась снимать из-за перегрева на солнце. Благо, мои невесты, мои модели берегут себя. И в супер жарких условиях они не фотографируются на улице. И это логично и правильно. Мы в супер жаркое время стараемся снимать все-таки в помещении. В одном из... Одна из свадеб в августе супер жаркий год был. Восьмое августа. И в парк-отеле предполагалась съемка. И я приехал на съемку в шесть утра, чтобы снять утром, когда еще не сильно жарко. А в обед они обедали, отдыхали в прохладном просторном номере. Мы, собственно, тоже чуть отдохнули. Даже я немного вздремнул. Вот. А так, собственно, сейчас это лето у нас было не такое жаркое. И в жаркие дни я не снимал на улице. В общем, камера не перегревалась. Чехол тут ни при чем. Но это чистая механика. Выход из строя механики. Интересно, какой был пробег у камеры на моей тройке уже более 170 тысяч. Пока полет нормальный. Вот. Я уже говорил, что 130 тысяч у моей камеры на момент поломки был. Ну, плюс-минус. Кому как повезет. Вот. Сергей пишет, что у него тоже заживало шторки. Но это чуть другой случай. У меня не заживало шторки. У меня привод именно сломался. И сдавал по гарантии примерно дней на 20. Не в сервис, а в магазин. Вот если сдавать в магазин такой сетевой. Например, у них там вообще не каждый день отправляют в сервисный центр. Там дай бог, чтобы раз в неделю хотя бы отправляли в сервисный центр. То есть вы сдаете в магазин. Он там долго лежит. Потом отвозится в сервисный центр. Сразу охапка. Огромная куча техники. Там пока сервисный центр разберет всю эту технику. Вот. Разберется с вашей камерой. А обратно всю эту кучу соберет. Чтобы магазин приехал, забрал эту всю кучу. Тогда с вами свяжется. И так затягивается, конечно, на 20-40 дней. И случай был у Ромео Альберти. Что он даже отсудил им в видео приличную сумму. Я не помню точно. Но, в общем, за задержку. И, по-моему, за то, что не предоставили камеру на замену. В тонкостях я могу ошибаться. Но точно знаю, что ему компенсировали приличную сумму денег за такой затянутый ремонт. Вот. Так что вы можете пользоваться этой информацией. Либо все-таки сдавать на прямую сервис. Центр тогда делается быстро. Либо не через сетевой магазин. А вот такой вот бутик-магазин как GetLens. Юля. Боже мой. Ох, напугали. Только вчера купила Sony по вашим отзывам. Пугаться не стоит. Нужно быть готовым. Что любая техника в любой момент может сломаться. Это не зависит от фирмы, от непосредственно камеры, модели. Это любая техника в любой момент может сломаться. Все. Если покупать в Sony Store, у них 3 года офф гарантии на год больше. Да, у Sony гарантия 2 года. Это здорово. И да, если в Sony Store покупать, то сразу 3 года. И мне говорили, надо это проверить. Что если зарегистрировать камеру на официальном сайте Sony, то год гарантии тоже дается и плюс. Плюс еще 1 год и получается 3 года гарантии. Надо попробовать это сделать, зарегистрировать и посмотрим. Интересный длинный комментарий. Весь зачитывать я не буду. Алексей. Лол. Понятно, что позитивный парень, успешный фотограф. Только вывод очень странный. Проблемы с Sony, бери 2. Но опять таки. Проблема и с Canon у меня была. У меня Canon 5D Mark IV ломался. Тоже через полгода примерно в гарантийный срок. И мне быстро в этом же, кстати, сервисе за один день отремонтировали. Заменили просто плату и все. И отправили тут же обратно. И если вы профессиональный фотограф, фотографируете мероприятия. В том числе такие дорогие мероприятия. Даже если дешевые мероприятия. Просто попробуйте представить себе, что в один прекрасный момент у вас ломается или камера, или флешка, или что-нибудь ломается. И что вы в этом случае будете делать? Независимо от Sony или Canon. Вот сломалась и все. И что вы? Не будете снимать дальше свадьбу? Всегда нужно иметь подстраховку. Для этого делают разгрузочные ремни. Две камеры. Две камеры, кстати, не только для резерва удобно. Но и для различных объективов. Потому что перекручивать каждый раз объектив тоже это трата времени. И тоже это механические ресурсы. Загоняете. А для разнообразия картинки очень круто снимать разными фокусными расстояниями. Вот как в кино чередуют картинки. Крупный план, средний план, дальний план. Также и вы на одной камере. На одной камере, например, 85-ка, на другой 35-ка. Либо там у меня вот 24-70 на другой 85-ка. Либо там ширик 16-35. Либо вот у меня ширик 12-24. Я его очень полюбил. Очень классный. На другой 85-ка. И это дает оперативность. Быстро снял широкий кадр. Быстро снял портрет. Не ловите пыль в камеру. И не тратите время на переключение. И есть резерв. Есть несколько объективов. Есть несколько камер. Есть несколько вспышек. У вас есть резерв. И этот же комментатор пишет. Если две камеры это нереальные вложения. Которые точно не окупятся. Окупаются. Нужно стараться. Нужно работать. Не обязательно иметь дорогущую камеру. Дорогущие объективы. Не можете позволить такую купить попроще. Тоже можно работать попроще. Но мои клиенты даже просто вот на последней свадьбе тоже показывают мне такую же камеру как у меня. Sony Alpha 3. И говорят. Блин. Мы вот купили. Не знаем что с ней делать. То есть. В принципе это такая камера. Которая может позволить даже просто клиенты. Не фотографы. А если фотографы вы оказываете услуги и получаете за это деньги. Любой бизнес требует вложения. Если вы получаете за фотографию деньги. Это уже бизнес. Это уже предпринимательство. И есть вложения в бизнесы похлеще чем у фотографов. Как таксисты например. Это тоже частный бизнес. Частный извоз. Если не может купить машину. То он покупает либо в кредит. Чтобы потом заработанных денег выплачивать. Либо берет машину в аренду. Там полторы тысячи в сутки например. Стоит примерно машина. И зарабатывает на этом деньги. То же самое в фотографии. В фотографии две камеры с двумя объективами. С двумя вспышками. Та же машина получается. И можно в аренду брать. Можно покупать. Можно покупать в кредит. Но всегда чтобы заработать деньги. Нужно вложить в обучение. В себя. В технику. В брендинг. В общем странная постановка вопроса. И я надеюсь что я подробно раскрыл свою позицию. И это будет кому-то полезным. Такая дорогая камера. Так быстро сдохла. Дима Рыбалкин. Ну всякое бывает. Бывает прям в первый же день. У кого-то ломается что-то. Независимо от дорогая или недорогая техника. Всегда есть вероятность поломки. Ждем обзор всей зеркальной техники. Да. Я все собираюсь сделать. Собрать всю зеркальную свою технику. Canon. Лишь малая часть вот там на полочке стоит. Нужно собрать. Подготовить. И подробно рассказать что, для чего, зачем. Зачем такая куча объективов. Рассказать какие стекла я использую чаще. Какую. От какой можно вообще отказаться. В общем все собрать. Показать вам. И выставить на продажу. Но пока некогда. Но обязательно сделаем. Ну вот тебе раз. Только на днях купила такую же камеру. 24-70. Жду дальнейших вестей. Классная покупка. 24-70. Потрясающий объектив. Очень красиво рисует. Очень универсальный. И можно художественную часть снимать. Но в идеале еще купить 85-ку или полтинник 1.8. Дешевый. Легкий. И вообще для портретов потрясающе. Не пугайтесь. Будьте готовы. Имейте резервную камеру. Хотя бы камеру попроще. Не такую дорогую. Но чтобы была. Чтобы резервная была в случае чего. Чтобы можно было подснять на другую камеру. Как Sony Drorch расскажу. Так. Sony это как BMW. Ты на комфорте. Ты лучше уверен в себе. Но необходимо сервисное обслуживание. Чтобы поддерживать уровень лидера. Да. Sony. Sony как BMW. Она удобная. Она красивая. Мне нравится. Комфортно работать. Есть что и доделывать. Видео про косяки Sony. Я тоже планирую сделать. Есть собранные косяки. Надеюсь в следующих камерах. Они их исправят. А насчет сервисного обслуживания. По-моему все хорошо у Sony. Но в Ростове бы открыть сервисный центр. Хороший. Такой же как в Москве. Было бы вообще замечательно. При Canon такого не было. Поэтому я выбрал надежные 5D. Было. 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 С Canon тоже ломались. И с R-ками тоже ломаются R-ки. В чате владельцев Canon я вот с времен 5D Mark IV. 5D Mark IV ломались. Canon R-ки ломаются. Все ломается. Все. Это основные интересные вопросы. Были еще комментарии. Ну и так уже. Видео затянуто. Будут новые видео. И снова будут ответы на популярные вопросы. А пока я проверю настройки этой камеры. Упакую в новый чехол. Кстати да. Пришел. Да. Тот коралловый чехол. Я поставил на новую свою камеру. Такую же. И вот пришел другой чехол. Я у другого продавца купил. Чуть-чуть другой чехол. Потому что этот. Ну так скажем не идеальный. Этот по идее будет лучше. В одном из следующих видео. Я его покажу. Расскажу. И сравним. Вот. Дам ссылочку. И свой отзыв. Все. Спасибо большое за внимание. С вами был Андрей Сайфудинов. Подписывайтесь на мой инстаграм. Подписывайтесь на основной канал. Вот этот. На второй лайв канал. В котором есть бэкстейджи. Всякие распаковки. Лайв. Пожалуйста. Все комментарии. Все вопросы задавайте именно под видео. Не успеваю отвечать в личку даже клиентам. А всякие вопросы по поводу камер, объективов и всего остального. Тем более некогда лучше. Чтобы это все. Лучше чтобы эти все вопросы относительно техники и всего остального были под видео. Видны другим пользователям. Потому что многие читают комментарии и находят ответы на свои вопросы вот именно в комментариях. А если вы пишите в личку и я отвечаю в личку, то кроме вас никто этого не видит. И не так много пользы приносят мои ответы. Так что давайте жить дружно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Кто до сих пор не подписан. Подписывайтесь. Жмите лайк и колокольчик. Кто досмотрел до конца. Напишите в комментарии. Sony не говно. Ну или что-то в этом духе. Я буду знать что вы досмотрели до конца. И вам отдельный респект и убажуха. Спасибо всем за просмотр. И я желаю вам и вашей технике крепкого здоровья. Всем пока.